Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, вот Панин, Алексей Панин, многие говорят, что после того, как говоришь Алексей Панин, нужно уже помыть рот, но тем не менее, тем не менее, вы знаете, он уехал, вы знаете, что в Испанию, эмигрировал из России, опять-таки многие наверняка вздохнули с облегчением, он выразил, значит, свою позицию по Эльману Пашаеву, и он прокомментировал свой, вы знаете, скандальный видеоролик, который появился в сети, где Панин, у него некие взаимоотношения с собакой, уж меня простите, причем такие взаимоотношения достаточно прямые. Так вот, Панин рассказал, что Пашаев говорил, Леш, хоть с жирафом, мы все равно это развали. Он говорит, что Пашаев сыграл решающую роль в деле, вот в этом ролике с собакой. Актер выразил благодарность юристу, который, по его словам, стал вишенкой на торт в резонансном деле. Я напомню, что Панин тогда победил, выиграл, это было дело об опеке над дочерью. Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, известный по защите Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП, сыграл решающую роль в истории с собакой, которой прославился несколько лет назад актер Алексей Панин. Об этом НТВ рассказал сам артист. Я напомню, тогда появился ролик в сети, который, когда посмотришь, хочется не только помыть глаза, хочется их обработать санитайзером и санитайзером таким, знаете, самым убойным, с самым большим количеством и содержанием, значит, обеззараживающих веществ, потому что это невозможно забыть и невозможно смотреть нормально. Я когда посмотрел этот ролик, я, наверное, около нескольких дней после этого мечтал об одном, забыть, что я увидел там. Ну а лицо Панина, соответственно, после этого, конечно, крайне тяжело воспринимается в принципе. Значит, по словам Панина, скандальный ролик появился в сети, когда в суде решалось дело о его праве воспитывать дочь от брака с актрисой Юлией Югинцевой. Кстати говоря, Панин тогда, я уже говорил, выиграл. Тогда ему пришлось отстаивать свою честь, доказывая, что интимым с животным, с собачкой на видео занимался не он. Эльман Пашаев появился в деле уже под конец процесса, но именно он смог довести его до победного финала. Ну то есть было видео, разгар судебного процесса опеки над дочерью, появляется вдруг видео, где, соответственно, Панин, который добивался опеки над дочерью, занимается непонятными вещами с собакой. Нужно было доказать, что на видео совершенно не он, что его пытаются дискредитировать. Вот что говорит Панин. Я очень благодарен Эльману, что он принял участие в моем деле, что он так включился. Он, безусловно, повлиял. Но Эльман был не основным игроком, по моему делу. Он вышел уже как звезда на аплодисменты. Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте, рассказывает Панин. То есть, просто многие говорили, что выиграл дело Панина по опеке и так далее. Панин говорит, что Пашаев появился уже тогда, когда фактически все было сделано. И вот появился этот видеоролик, который нужно было опровергнуть. Артисту с адвокатом пришлось покадрово разбирать злополучный ролик. Я прям вот не то, что не завидую Пашаеву в этом случае, что пришлось покадрово разбирать этот ролик. А это просто мучения и слов, которыми можно передать. Их просто нет. Тогда юрист заверил своего подзащитного, говорит Панин, что сможет выиграть дело, независимо от того, был на видео Панин или нет. Эльман, я помню, сказал, Леш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом, но все равно это развалим, вспоминает артист. Значит, ну вот такое дело Панин раскрыл роль Пашаева в скандальной истории Панина с собакой. То есть, в этом смысле получается, что Пашаев принял непосредственное участие в истории Алексея Панина с собакой. Да, но вы знаете, тем не менее, надо отдать должное. Вот Панин говорит, что покадрово они разбирали, что появился, так сказать, под аплодисменты и так далее, что кто-то там сыграл. Ну, он не называет, например, адвоката, который был до этого, который, к примеру, сделал всю работу и появился Эльман Пашаев. Он говорит, что Пашаев по кадру разбирал, он говорит, что Пашаев, соответственно, и победил, да, и выиграл. И доказал, соответственно, получается, что на кадрах видео, я не знаю, там, что он доказал, Панин или не Панин, но тем не менее, Панин выиграл дело, и надо отдать должное, что при всей оценке, при любой оценке Пашаев это сделал. И вы знаете, я очень не люблю, когда вот человек работал, человек выполнил свою работу и тем более выиграл, и после этого, вы знаете, когда начинают кидать камни в огород и говорить, что вот неправильно, вот здесь, вот здесь, вот тут не так. И в деле с Ефремовым я всегда говорил, что любой адвокат, который пошел против того, против кого пошел Пашаев, и мы знаем все, кто это и что это за силы, он бы получил тот же самый результат, потому что в суде первой инстанции нужно было удовлетворить общественное мнение, общественный запрос на некое правосудие, как они считали, да, то есть дать суровый приговор, ну, решили подстраховаться и дать по максималке так, что даже те люди, которые были против, те люди, которые жаждали, так сказать, оправдать свои слова, что он убийца, ахнули от этих восьми лет, потому что вы, по статистике я уже говорил, в среднем дает меньше двух лет по этой категории дела, Ефремов получил восемь, всего один человек получал по этой категории дела от восьми лет и выше. Поэтому в данном случае, мне кажется, что Панин у меня лучше было бы вот как-то более достойно, по-мужски поблагодарить Хельмана Пашаев, потому что он все-таки его дело выиграл и дочь осталась под опекой Панина, хорошо это или плохо, другой вопрос, но тем не менее он же выиграл и, ну, конечно, то, что он заявляет относительно методов работы, да, что хоть, так сказать, с жирафом и так далее, это довольно интересно и вызывает, может вызывать некоторые вопросы, и люди уже начинают писать, что да вот обещания раздавать можно любые, но он же, ребят, он же победил, он же выиграл, поэтому здесь, конечно, сложно говорить. И вот еще в одной статье Панин говорит, Пашаев появился только тогда, как на телевидении появился фейк с собакой Алексеем Панин и собака. Значит, и вот собачий скандал артиста Панина разруливал именно Эльман Пашаев. Скандал разразился в 2016 году, добавляют, когда бывшая гражданская жена Панина, актриса Юлия Егинца, в очередной раз пыталась судиться с ним за право растить и воспитывать общую дочь. Ну, вы знаете, я не знаю, что за Юлия Егинцева, но воспитывать дочь, конечно, да, здесь вопрос такой. И вот Панин говорит, дело должно было уже решиться, фейк появился недели за две до решения, и мы тут немножко испугались. Мы не знали, как поведет себя суд. Вроде все нормально, моя дочь выступила в суде, мы понимали, что дело почти решено, но когда появился этот вброс с собакой, мы немножко испугались. Катя Лель дала Эльмана. Эльман достаточно активно в это все впрягся. Эльман появился в моем деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастет в шоу собаки, телеканалы, газеты, и мы подстраховались. Линию защиты Панина Пашаев выстраивал примерно так же, как с Ефремова. Мы по кадру разобрали, как я уже вам говорил это видео. Значит, это так, это не так. Эльман, я помню, сказал Леш, даже если это было правда, с собакой, хоть с жирафом, мы все равно это развалим. И тогда у Пашаева все получилось, как он и планировал. Значит, мой адвокат из города Судок, да, это провинциальный город, где судьи не привыкли к громким делам, к шоу в суде, и когда появился Эльман, это было для всех встряска. Он все построил как шоу, он выступал ярко, к чему не привыкли адвокаты в таких городах. Ну, то есть, он говорит о том, что Пашаев выступал очень ярко, Пашаев очень экспрессивно ввел себя, что-то, кстати, сушки, победил, и надо быть благодарным. Я вот, вы знаете, честно сказать, читал, да не дочитал, думаю, вместе с вами дочитаю. Я не совсем здесь тоже поддерживаю высказываться, и даже спасибо, заметьте, нет ни одного от Панина. Вот сказал бы, спасибо Эльману Пашаеву за то, что выиграл дело, а ведь этот ролик мог так дискредитировать его, что, ну, извините меня, как дочь оставить отцом с мужчиной, который занимается такими делами, да? Ролик мог очень сильно дискредитировать, я думаю, он не просто так за две недели появился. Адвокат у него был провинциальный, простой, и вот, пожалуйста, Эльману Пашаеву одержал победу, потому что, я думаю, что там не было каких-то сил, которые, так сказать, я думаю, потому что Панин не занимался тем, чем занимался Ефремов, если вы понимаете, о чем я говорю. А вообще здорово было бы увидеть в этой статье хоть одно спасибо. Спасибо Эльману Пашаеву, что дочь со мной, вот как-то по-человечески надо, да? А то все разобрать, а хоть с жирафом, хоть с собачкой об этом рассказать. А спасибо, Эльман, это, ну, он говорит, я благодарен, но как-то это, не знаю. В общем, пишите, ребят, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Извиняюсь, что уж я ваши уши напряг Алексеем Паниным. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok